Встреча все-таки состоится. Белый дом окончательно подтвердил, Дональд Трамп встречается с Путиным. Как сказал сам американский президент, чтобы обсудить Сирию и Украину. О готовящихся переговорах более подробно рассказал советник по нацбезопасности Джон Болтон. Важные месседжи прозвучали сегодня и от госсекретаря США. Майк Помпео не исключил, что Россия может снова войти в состав Большой Восьмерки, не возвращая Крым Украине. При этом подчеркнул, что Америка по-прежнему не признает аннексию полуострова. Подробнее Дмитрий Анопченко. Место встречи изменить нельзя. Договорились окончательно. Хельсинки 16 июля. То есть после саммита НАТО, назначенного на 11-12. Ранее сенаторы и окружение Трампа настаивали, мол, нельзя проводить такую встречу, не поговорив вначале с союзниками. И президент эти призывы услышал. Даты изменили. Повестку дня определят в течение двух недель. И хотя в официальном сообщении при службе Белого дома темы разговора предварительно сформулированы как двусторонние отношения и ряд вопросов национальной безопасности, сам Трамп накануне сказал журналистам, намерен обсудить в первую очередь Сирию и Украину. Думаю, мы будем говорить о Сирии, а также об Украине. Мы многие вопросы можем затронуть, а там посмотрим, что будет. Ведь на переговорах никогда не знаешь, что случится. Готовить эти переговоры Трамп отправлял в Москву человека, которому он сейчас абсолютно доверяет. Своего нового советника по национальной безопасности Джона Болтона. Из первых заявлений которого и можно понять, от чего в Белом доме ждут от финских переговоров. А наговорил Болтон многое. Во-первых, штаты не ожидают каких-либо конкретных договоренностей от финской встречи. Во-вторых, его позиция заключается в том, что санкции, введенные против России, должны быть сохранены. Назвал еще одну тему, которую штаты на этих переговорах хотели бы обсудить. Ситуация вокруг договора о ракетах средней и меньшей дальности. Отказ от которого может привести к новому витку гонки вооружений. А это не в интересах новой администрации, которая хоть и увеличивает финансирование армии, но хотела бы потратить эти деньги на переоснащение, а не на новые ракеты. Важные месседжи прозвучали и от Майка Помпео. Благо, в этот момент как раз были назначены сенатские слушания с его участием. И вопросы к госсекретарю возникли как раз о встрече Трампа с Путиным. Глава американской дипломатии подчеркнул, эта администрация проводит более жесткую политику по отношению к России, чем любой другой предшественник Трампа. А задача, с которой президент поедет в Хельсинки, снизить уровень напряженности. Президент надеется, что мы сможем снизить градус напряженности, уменьшить риск для Америки и найти, где сможем, точки соприкосновения. Возможно, достичь хороших результатов по Украине. Сказал Помпео о санкциях. США будут по-прежнему уговаривать европейцев их сохранить и объяснять, что это в интересах самой Европы. Первое же сообщение о том, что эта встреча Трампа и Путина все-таки состоится, вызвали волну критики здесь, в Америке. И теперь за этими переговорами будет внимательнейшим образом следить Конгресс. Не нужно забывать, что и расследование Мюллера, который ищет связи штаба Трампа с Россией, сейчас в разгаре. А это значит, что не стоит ожидать каких-либо уступок от Трампа на этих финских переговорах, в том числе и уступок по Украине. Наоборот, ему нужны договоренности, которые можно будет представить здесь, в стране, как свою внешнеполитическую победу. А уступки здесь восприняли бы как слабость. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль. Американское бюро телеканала Интер.